What's up guys, с вами Bulletproof Racing и сегодня у нас на обзоре мини-байк мини-про C3, который мне любезно предоставил одна из точек проката электротранспорта в Тольятти. Коротко пройдемся по характеристикам, а дальше тест-драйв от первого лица. Мини-байк мини-про C3 имеет мощность мотор-колеса 800 Вт. По габаритам 110 высота, 130 длина, достаточно компактный. Емкость аккумулятора 16 Ач, напряжение 48 В, благодаря чему мини-байк преодолевает расстояние 40 км, а максимальная скорость составляет 45 км в час. Привод задний, тормоза дисковые по обеим осям. На данном экземпляре никакого бортового компьютера нет, есть только сигнал, включение фар и рукоятка газа поворотного типа, как на мотоцикле. Влагозащита здесь по стандарту IP54, защищает от пыли и брызг. 150 кг у него максимальная нагрузка на раму. Учитывайте то, что максимальный вес райдера должен быть не более 120 кг, иначе при пиковых нагрузках вы будете слышать всякие скрипы, хрусты и деформация металла будет возможна. Также на мини-байке вилка передняя амортизационная и задняя вилка тоже маятниковая с амортизаторами, пружинами. Так что имейте это в виду. Ну что, будем приступать к тест-драйву от первого лица. Погнали! Мини-байк стоит на подножке, очень такая мощная классическая подножка, на которую можно пораниться, с ней нужно быть аккуратным. Такое вот седло, возможно, оно рассчитано на взрослого и ребенка одновременно, либо оно такое длинное, сделано для того, чтобы можно было хоть ближе, хоть дальше садиться без регулировок. Как вам удобно, так и присаживайтесь. Мини-про С3 это мини-байк с мощностью мотор-колеса 800 ватт, пружинным амортизатором, дисковыми тормозами по обеим осям. Спереди у нас воздушная вилка без блокировки. Здесь у нас какая-то пружинная упорная конструкция. И пневматические колеса 15х6-6. Вот такой вот размерности и много канавок, как на Формуле-1 и индикатор износа. Огромная такая фара. Вот такая вот сигналка. Включим фару. Включили зажигание. Вот такой вот поворотный ключ. И рукоятка газа, как на мотоцикле. Тормоза по обеим осям. Задний тормоз у нас слева. Передний у нас справа. Все как на электросамокатах. И сегодня мы снимаем свой приключенческий обзор на камеру GoPro Hero 10 Black. Со стабилизацией в режиме 1080-60 кадров в секунду. Со стандартной стабилизацией HyperSmooth 4.0. Ну что ж, первое впечатление. Очень комфортно, очень мягко перемещается данный мини-байк по сравнению с Kuga M4 Pro. Иногда нужно давать остыть мотору, потому что большая масса ведет к перегреву мотор-колеса мощностью 800 Вт. Сейчас мы движемся в небольшой спуск. Здесь такая холмистая местность. Не очень хорошая дорога. И это очень хороший тест для пневматических покрышек и подвески мини-байка. Пока, под первым впечатлением, он ведет себя гораздо более комфортно, чем Kuga M4 Pro для райдера. Такая красота здесь, друзья. Все заросло. Много зелени, разных цветов желтых, фиолетовый, красный, белый. С преобладанием зелено-желтых оттенков. Сейчас мы движемся по равнине. И ощущается некоторое торможение двигателя. Возможно, это ограничитель скорости. Итак, движемся в подъем налево. Пришлось немного притормозить, чтобы вписаться в поворот. Тормоза очень отзывчивые, очень мягкие, без возможности блокировки, что очень важно при маневрировании на электротранспорте. Резкие тормоза приводят к южу колеса и к последующему падению. Здесь такого не происходит. И ситуация остается под контролем даже для необычного райдера, как я. Сейчас очень неровная дорога. На большой скорости ощущается очень мягко и комфортно на данном виде байки. Немаловажно дать остыть мотору двигаться накатом. И если при нажатом органе управления акселератор, так назовем этот элемент управления, ощущается некоторое торможение двигателем, то при отключенном акселераторе у нас появляется свободный ход и полное отсутствие рекуперации при движении накатом. Преодолели сопротивление велосипедиста. Он как ни старался обогнать нас на подъеме при активном кручении педалей. Так у него это не получилось, а мы движемся со спуска и ощущается, что при повороте... Ох, какую скорость мы развили! Наверное, 60 км в час. Вот, ощущение при повороте такое, что мы находимся на правом уголке щены и наклоняем свой корпус. Примерно похожее ощущение нам ситикока. Но у ситикока этот эффект гораздо более выражен, и там невозможно повернуть без наклона туловище направо при правом повороте. Здесь же колеса более округлые, и нет такого ощущения прямолинейности движения. Я бы сказал, излишней прямолинейности движения. Так что вот такие дела, друзья. Это первое впечатление при езде на дороге с большим количеством выбоев и трещин. Намного, намного более комфортно и приятно ездить вот по таким дорогам с таким качеством на мини-байке, нежели на электроскутере KUG M4 Pro. Данный мини-байк называется MINI PRO C3. Не путать с KUGA C3. KUGA C3 это большой ситикока. Здесь же это MINI PRO C3. Это мини-байк, который в принципе похож на ситикока, а только является его уменьшенной копией. Как танк он прет во все эти подъемы, можно не напрягаясь, не думая о перегреве мотора, забираться с ходу на достаточно серьезные уклоны. Сейчас мы поедем по равнине с небольшими холмами, но по широкой дороге. Здесь большое количество выбоев и трещин, ничего больше, чем на той дороге. Ну и никакого ощущения торможения двигателем в данный момент не присутствует. Иногда все-таки включаются рекуперации, и непонятно с чем это связано. Вот сейчас она только что включилась, большими такими рывками срабатывает. Интересный эффект. Возможно, на другом экземпляре мини-байка такого нет. Напоминаю, данный обзор является скорее эмоциональным, нежели техническим. И я пытаюсь передавать всю картину происходящего как визуально, так и в звуковом сопровождении, так скажем. Сейчас мы перемещаемся направо. Попробуем вот так вот. Опа! Съехали на бездорожье. Это ненадолго. Все для того, чтобы показать вам интересный участок маршрута по асфальтовой велодорожке между Центральным и Автозаводским районам. Комфортно. Проехали по песку. Данный аппарат, повторюсь, едет по песку как там. Не зарывается. Здесь эффект фэт-байка по сравнению с обычным велосипедом ощущается еще более выраженно. А сейчас мы едем по избилистой дорожке. Подъем. Преодолели подъем. Движемся на спуск. Если отпустить орган управления газом, скорость не падает за счет рекуперации, а только возрастает. То есть, свободное падение, как на велосипеде, здесь присутствует. Свободное падение с горы. Накатом, естественно, сидя на мини-байке. Сейчас мы включили полную мощность, и мотор словно расправил крылья, и больше не подтормаживает перед ним. Стоило это сказать, снова включилась рекуперация. Такой вот интересный эффект. Ну, рекуперация не прям сильно так дает. Есть ощущение такого легкого подтормаживания. Свои 40-45 км в час данный мини-байк с легкостью покрывает. Ну, и запас хода достаточно неплохой. Судя по индикатору, у нас осталась одна единица заряда, но это имеется в виду с просадкой по напряжению. Если мы будем двигаться со спуска, там включится рекуперация, и уровень заряда батареи у нас возрастет в процентном отношении. Но по факту запас хода здесь порядка 40 км. Сейчас мы попробуем двигаться накатом со спуска. 55 км в час развивает данный мини-байк. Что я могу вам сказать? По первым впечатлениям, мини-байк дарит массу эмоций, является более мобильным транспортом, нежели Ситикока. Он сочетает в себе все преимущества Ситикока, и при этом меньшее место занимает в багажнике вашего автомобиля. Спасибо водителю семейного прицикла. Офигенное ощущение катиться вот с этого спуска. Здесь как бы вроде бы и равнина, но при этом еще есть ощущение движения на спуске. Порядка 45 км в час. На данном участке мы их развиваем вместе с вами, друзья. А здесь нам стоит притормозить. Здесь один режим скорости, он же максимальный. Очень удобно держаться за руль. Аппарат напоминает творение Таятинского мастера электротранспорта Андрей Электро. Посадка просто шикарная. Привет, Андрюха! Я вспоминаю тебя, когда еду на этом мини-байке мини-про С3. Подъем едет достаточно уверенно. Скорость порядка 25 км в час. Примерно как Куга М4 ПРО. Его динамика во многом напоминает Куга М4 ПРО, но сравнить мне с другими мини-байками достаточно проблематично. Поэтому... Поэтому... Сейчас мы движемся в небольшой подъем и по ощущениям динамика немного проседает. Со спусков есть небольшое ощущение торможения двигателем, но в целом, в целом, самокат, точнее, мини-байк движется примерно на уровне Куга М4 ПРО, с которым у нас сегодня будет очень много пересечений в плане сравнения. Посадка довольно удобная. Колени немного чуть кверху. Можно пересечь чуть назад и будешь сидеть чуть выше. Здесь у нас тестовый подъем, в который мы будем сразу залетать. Есть ощущение торможения двигателем. Зачем оно мне сейчас, непонятно. Вот этот 18-градусный уклон вывезет меня этот мини-байк или перегреется. Ну, примерно 10 км в час на глаз. Куга М4 ПРО примерно так же с разгона меня сюда завозил. Сейчас движемся на спуск, а здесь у нас автомобиль. Как он сюда попал, я не знаю. Немного помешал нам автомобиль Skoda Octavia. Ну, ничего. Со спусков по ощущениям 40-45. Небольшой подъем слегка нас затормаживает. Сейчас мы движемся вновь на спуск. Как будто бы самокату расправили крылья и он начал ехать намного быстрее. Управление очень комфортное. Управление этим мини-байком намного удобнее, чем огромным чоппером, который я тестировал в прошлый раз. Речь идет о CityCoco Kuga C3 либо C3 Pro. Сейчас я, когда газую, у меня было ощущение торможения двигателя. Возможно, срабатывает рекуперация, но со спусков, если полностью отпустить органы управления, рекуперации как будто бы совсем нет. Самокат катится на свободном ходу. Вот, мы преодолели подъем. Мини-байк, как словно, вообще ничего не почувствовал. Вот, со спуска мы движемся с его предельной скоростью. Порядка 45 километров в час. Точно такой же кайф, как на Kuga M4 Pro, только намного комфортнее. Я себя чувствую за рулем мини-байка. В больших скоростях он более устойчивый. Он не менее маневренный, чем Kuga M4 Pro, который является электросамокатом с сидением. Ну и мини-байк, это такой более серьезный мужской аппарат, за рулем которого чувствуется себя более защищенным. Ну и руль достаточно узкий и стреловидный, что очень хорошо сказывается на эргономике во время управления мини-байком. Здесь небольшая лужа. Мы едем сквозь растения. Для максимальной динамичной картинки я отключил стабилизацию на GoPro 10. небольшой стык дороги. Сейчас мы движемся со скоростью 50 км в час и выкатываемся к порт-поселку. Сейчас будет тестовая дорога с подъемами. Здесь я не перегрел мотор. Не забываем одевать экипировку. Максимум экипировки, чем больше вы защищены, тем меньше вероятность получения травм во время движения на мини-байке. Запросто преодолевает такую неровную дорогу этот мини-байк. Более уверенно, чем Куга М4 Про, возможно, за счет более большого диаметра колес. Здесь у нас сейчас будет много лежачих полицейских, которые мы будем использовать в качестве теста. Тест клиренса, пройдет ли этот мини-байк. Данные испытания. Ну, очень мягко, очень комфортно за счет амортизации, за счет пневматических колес, большого диаметра и большого профиля. Никакого труда не составляет лини-байк преодоление таких выбоев. Ни подъемы даются на ура, очень легко. Большие стыки практически не ощущаются за счет амортизации заднего сведения. Даже легко преодолеваем мы лежачие полицейские с большой скоростью, с накатом. Просто подпрыгиваем и все. Здесь мелко-зернистая щебенка, подъемки. Здесь во время дождей образовались ручьи. Ну и здесь вообще очень уверенно, здесь может даже чуть-чуть подрептить. Ох ты, канавки. Формульные канавки позволяют лини-байку. Очень уверенно. двигаться по скользкой поверхности. Единственная пробуксовка возможно на таком типе покрытия. Здесь оглядываемся по сторонам, движемся налево. По пути наименьшего сопротивления лежачие полицейские мы сегодня не будем преодолевать, потому что данный вид электротранспорта больше заточен на неровные дороги, нежели Куга М4 Про с маленькими колесами, пускай пневматическими, пускай с подвеской, но передвижение по такой местности менее комфортно, чем на мини-байках. Здесь у нас снова несколько лежачих полицейских. Зачем столько здесь сделали, чтобы наверное люди тратили на ремонт подвески очень много денег. Ну а электросамокаты и мини-байки чаще отдавали в ремонт. Здесь такая асфальтовая дорожка, которая ведет нас к велодорожке центрального района. Здесь у нас последнее пересечение жилых территорий. И вот она начинается велодорожка центрального района. Очень ровная, очень скоростная и движение идет на спуск, что немаловажно. Велосипедисты остаются в стороне. Главное, чтобы здесь не гуляли пешеходы. Они представляют повышенную опасность для мини-байка и скорость немного просела. Такое ощущение, что мини-байк немного подтормаживал двигатели. Так, мы здесь осматриваемся. Здесь очень часто возникают препятствия в виде велосипедистов, детей и школьников. Здесь у нас есть возможность посмотреть направо и сравнить свою скорость с автомобильной. Видите, ненамного быстрее движется газель, которая справа от нас. Вообще, мы можем легко наказывать ниже роллеров, которые встают у нас на пути. Одного из них мы только что наказали. Он остался в стороне позади. Работает палками, крутит колесами на своих алюминиевых лыжах. Здесь у нас велосипедист. Сейчас посмотрим, насколько быстрее мини-байк движется, чем велосипед. Да, подъемы никакой опасности, никакой сложности для перегрева электродвигателя не представляют, но и спуски иногда заставляют активировать рекуперацию. Движемся только по правой полосе, на левую переходим только для обгона, несмотря на то, что здесь нарисована сплошная линия. Эта сплошная линия сделана неспроста, чтобы разделить левую и правую части от столкновений. Ну и чтобы визуально велодорожка отличалась от левой пешеходной дорожки, здесь у нас прогулочная зона, отдохнуть, попить чай, кофе, если он у вас налит в термосе. Здесь велись какие-то дорожные работы, здесь какие-то потоки воды образовались. Ну а сейчас мы движемся на максимальной скорости для мини-байка порядка 40 километров в час. Я даже не слегка замерз, несмотря на температуру воздуха 27 градусов, потому что ветер достаточно сильно обдувает мое тело. Несмотря на вентилируемый шлем, голова остается в тепле. Неплохую скорость мы разлили с вами. Не так ли? Даже визуально выглядит быстро, а на самом деле это 40 километров в час. Да, насколько круто перемещаться на мини-байке на большой скорости, чувствовать хорошую амортизацию не только за счет покрышек сидения и не только за счет покрышек и сидений, но и за счет пневматических колес большого диаметра и профиля. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых приключенческих обзорах, так сказать. Минимум технической части, максимум эмоциональной. Вот такой вот девиз моего канала. Потому что техническую информацию уже всю разжевали на других каналах, на моем канале. Извините за таптологию. Вы можете получить эмоции от покатушек, потому что только я в своих обзорах показываю, как правильно пользоваться электротранспортом в городских условиях. Ну что, прокатившись на мини-байке, я открыл для себя золотую середину, так скажем, среди электротранспорта. в плане того, что здесь есть комфорт сетикока в объемах электроскутера. Здесь ты этот мини-байк можешь хранить у себя даже в квартире, затаскивать на пятый этаж, ну конечно, не в одиночку, но все же можешь. И при этом, при этом он дарит такой комфорт, что не чувствуешь никакой боли при перемещениях по выбоинам, по неровностям, по лежачим полицейским. И у тебя не обливается сердце кровью, когда ты задеваешь очередную выбоину в асфальте. Здесь высокая посадка, здесь большой клиренс, здесь мягкая подвеска, пневматические колеса с большим профилем. Все это здесь есть. Делайте выводы, друзья, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ваша поддержка как никогда важна в эти непростые времена, потому что нет, у меня практически нет никакой мотивации снимать ролики, потому что нет подписчиков и никакой активности на канале. .